Узбекистан Нет, честно, ну что стесняться Рост метр пятьдесят шесть С туфлями Вес пятьдесят шесть килограмм Без туфли Нет, я артист, работаю в Узбекистане Выступаю по телевизору, снимаюсь в кино За рубежом бываем Где мы бываем, везде спрашивают Как Узбекистан, как Ташкент А что? Ташкент процветает У Узбекистана сейчас похож на огромную стройку Вот вы уходите из дома Через неделю они приходят, смотрите Уже нету дома Вместо него банк стоит Я был в Америке Кстати, вы слышали, по телевизору показывают Американцы на Марс Марсоход посадили, видели, да? Ой, радуются Фотографии смотрят Марсоход там сидит Они не знают Мы там два года тому назад базар построили В Америке меня обидели, честное слово Мне говорят Неужели у вас в Узбекистане, в Ташкенте Есть сотовый телефон? Я говорю, вы что, вы чукчи что ли? Нет, есть сотовый телефон У нас даже на базаре у Дыхганина есть сотовый телефон Не верите? Он звонит в Центробанк Узнает курс доллара И арбуз продает по курсу Из Бирганы переехала семья в Ташкент Это не телефон Если это телефон Где его шланг? Ну понимаешь, это такой телефон Без шланг Попробуй позвони И ушел Через 20 минут Жена звонит Узбекская женщина Мужчина вообще не доверяет Звонит А там голос автоответчиков Абонент находится Вне зоны обслуживания Позвоните, пожалуйста, попозже У жены уже волосы Стойкие стоят Без химии Фанат в телефон смотрит Ой, шайтан У него, оказывается, в Ташкенте любовница Через 20 минут она еще раз звонит Тот же голос отвечает Абонент находится вне зоны обслуживания Позвоните, пожалуйста, попозже А жена уже в трубку орет Эй, во-первых, его зовут не абонент, а Абдраем Во-вторых, ты ему передай Пусть гай сначала домой приходит Свою зону обслуживает Абонент Но сейчас Сейчас таких простых женщин Не осталось Сейчас у нас Все женщины Востока очень умные А вы знаете Я вообще-то В Москву приехал не один У меня еще дедушка Но он не здесь Я в кривом зеркале Он гуляет по Москве Я вчера с ним вечером встречаюсь У нас была репетиция Я говорю Ну что, дедушка, Москва понравился? И дедушка мне рассказывает Ой, Москва Какой шумный город Как здесь люди живут, а? Люди много Машин много Милиционер еще больше Ой, я устал на улице ходить Хотел под землю попасть У нас тоже метро есть Я только до дырки дошел Люди меня сами занесли Сами вынесли Я не знаю, где я нахожусь Останавливаю такси Таксист говорит Куда едем? Я говорю Дорогой Сколько хочешь заплашу? Голова болит На странице упал Музыка хочу Театр хочу Он говорит Ай, Москва много театр Какой театр? Я говорю На самый большой театр давай И он мне привез Я два раза зашел Большой театр Я говорю Как за вечер Вы два раза зашли? Нет Мне сказал Билет купить Я билет купил К двери подошел А там женщина На меня даже не посмотрел Билет порвал Корзину бросил Я думал Ей билет не понравился Пошел Еще один билет купил Опять принес Она опять рвет Корзину бросает Я говорю О, женщина Я гость Я узбек Если тебе Это мой билет не нравится Вот тебе деньги Иди сам себе Любой билет купи Только меня сюда пропусти Сто баксов отдал У нее глаза Вот такие Пять минут на меня смотрел Потом взял за руку На самое лучшее место Посадил Занавески открылись Я смотрю Тридцать джигитов стоят На руке инструменты держат Они своего начальника ждут И вдруг начальник выходит Белые волосы Очки Я у соседа спрашиваю Это начальник, да? Он говорит Нет Это Как он сказал? Это Дядя Жор Он сказал Это Дядя Жор Я вам скажу Вот это Дядя Жор Очень некультурный человек Он На нас Задом стоял И красиво Взял палку И этот Тридцать джигитов Ругать начал А чего вы не играете? Ты играй Ты остановись Ты работаешь А ты что сидишь? Давай играй Давай работайте Вы ничего не знаете Когда будет А эти джигиты Действительно Ничего не знают Они потому что Дома не учился У каждого Книга стоит Он на книжке Подглядывает А дядя Жор Это заметил Он говорит Играй Книга Не смотри Играй Я такой Паршивый Музыка Никогда не слышал Потом На сцену Один Женщина Вышел Ой Позор Ой Позор Совсем Голый Одежды В общем нет Один Один Калкотки Один Тапечки Он Он тихо На цыпочек Подошел Жену Сзади Как схватил И начал Ругать Без слов Я же понимаю Он говорит Че ты Говорит Мне Изменяешь Она А зачем Ты сам Изменяешь Мужчина Мужчина А я Девушка Мужчина Он ее Как Закрутил Она 20 минут Крутился Потом Он опять Кни Подошел Говорит Столько Народу А ты Голый Вишел Когда Будешь Один Она говорит Мне жарко Я так хочу Он ее Как Схватил Над головой Подмял Туда Идет Сюда Идет Ищет Куда Ее Брос Потом Места Не нашел Как Кинул Ее Она Закрутилась Еле Ноги Унесла Вы знаете Я тоже Захлопил Вот Настоящий Мужчина Вот Так Надо С женщиной Обращаться И вдруг Они Вместо Входят Так Быстро Помирились Чтоли Груг Груг За Ручки Держит Зал Начал Цветы Кидать Пол Зала Встал Их Поздравлял За то Что Они Так Быстро Помирились А Потом Этот Дядя Жор Обед Пришел Он Говорит Извините Я Не Виноват Извините За Паршив Музыка Это Они Виноваты 30 Чикитов Все Встали Говорят Да Мы Виноваты Мы Виноваты Мы Учили Мы Виноваты Простите Пять минут Прощения Простите Все Аклодировал Я тоже Их Простил А музыка Не музыка Зато Большой Театр Ребята Вот Видки Аклодисменты Кого Меня Что Опять Просит Нет Назло Мне нравится Не знаю Какой артист Рассказывал Эту рекламу Очень короткая реклама Но мне Приятно Просто Это Очень смешная Реклама Для меня Он держит В руке Пачку Томатного Сока И рекламирует Эй ты Томатный сок Томатный сок Это здоровье Здоровье Это спорт Спорт Это красота Красота Это женщина Женщина Это любовь Любовь Это спит Спит Это смерть Не пей ты Томатный сок